Это сейчас в работах Кристины Степановой много натюрмортов и природы. Первое – постановочные работы в художественной школе. Второе – дань уважения любимому художнику Ивану Шишкину. А начиналось все со вступительного экзамена по теме сказки. После менялись и работы художницы, и ее взгляды. От простых натюрмортов к недосказанности в работах, попытке дать зрителю самому домыслить картину. Свои 16 Кристина уже лауреат всероссийских и международных конкурсов. Вся жизнь рисования с самых малых лет. Потом 6 лет в художественной школе, где меня развивали много раз одно и то же. Ты рисуешь, но ты это повторяешь, и со временем у тебя становится лучше. Что-то ты узнаешь от преподавателей, большую часть ты узнаешь от преподавателей что-то. Познаешь больше уже из окружающей среды или других каких-то дополнительных материалов. Если тебе это интересно, ты достигнешь и большего, и лучшего. Натюрморт на морскую тему – картина для Кристины Степановой особенная. В последний год обучения здоровье у художницы подкосилось. Помогали преподаватели, всячески поддерживали девушку морально. Как только появились силы, она и написала этот натюрморт. Говорит, получилось ровно так, как и хотела. Теперь она студентка Рязанского художественного училища имени Вагнера. Я очень сильно люблю то, как выглядят люди. И в училище тоже с основной целью я поступала. Ну, понятное дело, что во всех сферах развиться по своей специальности. Но я вот жду второй курс, когда начнется анатомия, чтобы обучаться именно тому, как рисовать человека. И уже через людей передавать то, что я чувствую, то, что я вижу, и то, что я хочу передать другим людям. Портреты как раз выставлены в другом зале галереи Виктора Иванова «Земля Рязанская». Это работы Натальи Лариной, другого лауреата, стипендии губернатора имени Виктора Иванова. Она закончила художественное училище имени Вагнера. Теперь преподаватель в детской школе искусств номер 9. В своих работах чаще изображает родных, младших сестер и брата. Я писала с натуры. Ко мне в мастерскую приходили мои младшие сестры. Но диплом дается где-то около двух месяцев, трех. Конечно, они были не очень довольны. Я их заставляла и на протяжении всей учебы мне позировать. Они от этого периодически уставали. И были не рады. Но в целом всегда старались меня поддерживать. Выставка работ стипендиантов будет работать до 18 декабря 2023 года. Это больше 40 портретов, натюрмортов, фигурных зарисовок и других картин.